Привет всем! После публикации предыдущего видео меня попросили осветить такой вопрос. Является ли синта живой религией? Или это уже просто традиция? На самом деле мнение, что современная синта, она уже как бы и не всерьез, а японцы в синтаистских храмах просто отдыхают душой, приобщаются к традиции, мне встречается регулярно. Его даже иногда высказывают японисты. Честно говоря, я это мнение не разделяю. Да, синта важна именно как традиция. Это очень важная составляющая часть самосознания японцев как нации. И даже если японцы когда-нибудь перестанут верить вообще, синта никуда не денется. По-прежнему будут синтаистские храмы, будут проходить синтаистские фестивали, будут изучать священную книгу синта, кодики. Но, на мой взгляд, сейчас говорить о смерти синта, ну, очень преждевременно. Во-первых, японцы в синтаистских храмах по-прежнему молятся, покупают амулеты. Синтаистских жрецов приглашают осветить практически все, от строительных площадок до личных машин. Дома у японцев часто можно увидеть синтаистские алтари, комеданы. То есть, все это вполне укладывается в религиозное поведение. Я лично не совсем понимаю, зачем натягивать сову на глобус и утверждать, что это просто следование традиции. Во-вторых, синта, как и буддизм, это очень широкая и очень неоднородная штука. Синтаистский храм Джинджа – это место встречи ками и людей. Здесь, опираясь на силу ками, например, проводится ритуал очищения – омисоги или охарай. Очищают от загрязнения кегары, которые возникают, можно сказать, по ходу жизни, от столкновения со всякими неприятными штуками, вроде смерти, болезни и каких-нибудь нечистот. Также в храмах проводятся мацури-фестивали. Им, я думаю, лучше посвятить отдельный выпуск. Хотя, я думаю, что вообще тому, что можно делать в джинджа, можно спокойно посвятить даже не один выпуск, а много выпусков. Но вернемся к храмам. Подавляющее большинство храмов входит в ассоциацию джинджа – джинджа-хончу. Президентом этой ассоциации является главная жрица храма Исы. Сейчас, кстати, это сестра нынешнего императора Курода Саяку. И о тех храмах, которые входят в ассоциацию джинджа, можно сказать, что это такое мейнстримовое синто. Храмовое синто. Это тоже очень широкая категория. Она включает в себя и какие-то известные храмы, и вот такие вот маленькие храмы, как у меня за спиной, которые в основном управляются непосредственно прихожанами. Помимо храмового синто существует еще общинная синто – кёхо-синто. Кёхо-синто – это общины, образовавшиеся, как правило, вокруг харизматического лидера. Самые старейшие из ныне существующих общин образовались уже в новое время, то есть где-то на рубеже XIX-XX веков. Но они собирались и раньше, просто не дожили до наших дней в живом виде. Их, как правило, делят на пять видов. Первый – культ гор и связанные с ними аскетические практики. Вторый – учения, основанные на личном религиозном опыте лидера. Третий – делают упор на о-ми-соги, очищение, которое, по их мнению, является панацеей просто от всего. Четвертый – синкретические учения, объединяющие синто и конфуцианство. И пятый – это общины, пытающиеся как-то восстановить первоначальное синто, то есть такое синто, в котором еще не чувствуются примеси других религий – буддизма, даосизма, конфуцианства и так далее. Надо сказать, что в Японии, помимо общинного синто, существует еще какое-то количество НРД, новых религиозных движений, которые основываются на синто, но себя к нему не причисляют. Например, Тенрикё. То есть синто не только активна как религия, но и продолжает плодить религии. Получается, что религиозная сторона синто по-прежнему привлекательна для людей. Кстати, не только в Японии. Некоторые общинные синто весьма активны за рубежом. И, наконец, пара слов про еще один интересный феномен – народная синто. Народная синто – это все, что почитаемо в народе, но при этом абсолютно непонятно, куда это присобачить. То есть оно никак не укладывается в мейнстримовую традицию. Это, например, Досоджин – очень древнее божество границ, дорог, а также размножения и брака. Это Тануками – божество рисового поля. Это Ямануками – божество гор. И так далее. Народная синто по-прежнему жива и почитаема. Конечно, в основном в сельской местности. Таким образом, как мы видим, синто по-прежнему живее всех живых. Храмовая синто очень важна как традиция. И оно будет жить, что бы ни произошло. Но даже оно сейчас в первую очередь удовлетворяет религиозные нужды. Люди в храмах молятся. И в основном молятся. А также получают защиту, очищение и множество других религиозных плюшек. Но даже помимо храмового синто существует общинная синто и народная синто. А они существуют исключительно за счет людей, которые в них верят. Спасибо всем. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok